Всем еще раз привет! Я Дима Тарасенко. Я уже много лет занимаюсь вебом на серве. Сегодня я вам расскажу про Шумперлина. Это такой интересный алгоритм, который используется в компьютерной графике, в играх, в компьютер арт, в разного рода эффектов и предназначен он для генерации разных поверхностей. Недавно я буквально сделал подкаст по этой штуке. Там есть пять серий, где вот совсем детально это все описывается. И вот сегодня я вам расскажу немножко о сжатой форме, для чего это нужно, где вы можете это использовать. Первое, если говорить о том, кто придумал это и что это вообще такое, то в 83 году Кен Перлин, был такой математик и инженер, он по сути разработал алгоритм с помощью которого можно генерировать так называемый Шум. Если очень вот грубо объяснять про Шум, создадим давайте новый документ. Вот если у нас есть две оси, да, это, например, там x, это, к примеру, там пусть будет y. И представьте, что вы там делите его на несколько каких-то отрезков вот так. Например, это там один, это два, три, ну и так далее. И представьте, что у вас есть здесь диапазон от нуля до единицы по y, в котором вы можете получать, вы просто вызываете как будто масс-рандом. Если вы вызовете для каждой точки там масс-рандом, то вы получите точку там где-то здесь, потом где-то здесь, там где-то здесь, где-то здесь. Будет какой-то рандом. Если это соединить в график, да, то будет вот какая-то такая непонятная штука. Но каждая следующая точка никак не связана с предыдущим. Так вот, Perlin Noise это такой алгоритм, который каждую следующую точку генерируется с использованием предыдущего значения. То есть вот для двойки она будет где-то вот здесь, если для тройки она будет здесь. И всегда кривая будет идти плавно. То есть какие-то такие вот могут вот такие вот штуки идти, вот так, вот так. И, грубо говоря, это на текущем этапе вам нужно знать, чем отличается Perlin Noise от обычного шума, который вы в телевизоре видите, когда канал не настроен, просто оно там рябит вот так разными цветами. Вот это вот такой классический рандомный шум. Если посмотреть вот на картинку даже вот сюда, вот вы видите, как в двухмерном срезе выглядит этот шум. Сейчас оно нам вообще мало что говорит, оно непонятно для чего, но я сейчас потихонечку-потихонечку буду подводить вас к тому, как из этого можно получить просто прекрасную картинку. Окей, то есть есть так называемый алгоритм, так и называется Perlin Noise. Если вот я выбрал парочку картинок, очень разные поверхности можно генерировать с помощью этой штуки. Например, если вы видели фильм Tron, то часть спецэффектов в этом фильме как раз генерировались с помощью этого алгоритма. Вот первый пример это такой себе остров. То есть представьте, что вы хотите сгенерировать такой игровой остров, да, у вас там будет какая-то игра разворачиваться, вот там есть какая-то вода, потом там милина вот здесь похожа, вот здесь песок, такой себе пляж, потом какая-то растительность, там деревья, горы, да, и вот здесь там даже ледяные шапки на этих горах. Вот еще внутри здесь тоже есть какие-то там озера, там и так далее, лагуны. Очень реалистично, причем можно приближать, отдалять эту картинку. Вот здесь мы видим пламя, это все один и тот же алгоритм, просто скажем так, с разными настройками. Вот эта картинка, мы ее здесь можем увидеть на Википедии. Здесь, по сути, все. Облака, горы и вода, все используют этот алгоритм просто с разными параметрами. То есть, грубо говоря, его фишка в том, что можно получать реалистичные природные вот такие поверхности. Вот еще один пример, который тоже здесь на Википедии представлен. Вообще непонятно, что это, но выглядит очень круто и эффектно. То есть, в какой-то там графике, либо эффектах там это можно использовать. Примеров, на самом деле, просто огромное количество. Я не буду на всех останавливаться. Значит, пару слов про... А, да. Соответственно, если нужны детали того, как это реализовано, как работает на низком уровне, то вот в 2005 году Стефан Густавцев, это был такой мужик, который, в общем-то, описал таким для программистов. Он описал, как это все работает под комплексити, как эти все точки там генерируются, в общем, во всех деталях. Мы сейчас не будем на этом останавливаться, потому что здесь звучит тема отдельной лекции. Но самое важное, что он сделал для сообщества, он в конце сделал реализацию этой штуки на Java. То есть, есть класс на Java, который все это дело реализует. Для нас это интересно, потому что есть другой разработчик Джон Насвагнер, он взял этот код. На самом деле, его много кто брал, и есть несколько портов на JavaScript. Это один из таких самых хороших. И буквально два года назад он сделал свою реализацию. Супер. Но в этой реализации, к сожалению, не были реализованы вот те параметры, та конфигурация, про которую мы сейчас буквально через пару минут поговорим. То есть, для нас, как для WebUI разработчиков, важно, что есть порт JavaScript. Значит, чуть-чуть забегая вперед, есть два алгоритма на самом деле. Один называется Perlin, другой называется Simplex. Simplex — это вторая версия этого алгоритма, который просто быстрее. Я очень упрощаю сейчас. То есть, первая версия, которую Кен создал в 83-м году, она реально была медленная. То есть, генерировать можно эти поверхности, но оно занимает много процессорных тактов. И он выпустил, по сути, вторую часть, которая была быстрее. Каждый раз, когда я буду говорить Perlin Noise или алгоритм Perlin, я буду подразумевать вот этот вот Simplex. И на самом деле, Wagner использует тоже в своем коде именно версию Simplex Noise. Значит, что я сегодня хочу вам показать, как можно сделать. Я хочу сделать некий архипелаг, некий а-ля такую систему островов. Выглядит это будет примерно вот так, как здесь. Это, кстати, разные картинки того дистрибутива, который мы сделали. Положили на GitHub на основе Wagner'овских исходников и дописали там вот свою часть. И вот можно генерировать разные такие поверхности. Можно в игрушках это использовать там, где угодно на самом деле. И вот мы сегодня попробуем вот что-то такое с вами сваять. То есть, будет теоретическая часть и такой кусочек слив кодинга. Давайте в пару слов остановимся вообще, как это работает и что это такое. То есть, каждый раз, когда мы видим вот эту вот двухмерную картинку, ну, например, там... Давайте вернемся. У Wagner'а тоже, кстати, есть несколько примеров. Давайте я, может, даже все-таки один покажу. Он прикольный. Так. Если вы помните Minecraft, такая игра есть, то вот весь мир Minecraft'а, он как раз генерируется из таких блоков вокселей трехмерных. И вот как раз тот пример, который сейчас на экране, это очень похожий алгоритм. То есть, вот этот вот остров, да, видите, есть там море, причем двухцветное, вот есть такое более темное и более светлое. Есть вот типа а-ля горы какие-то, вот здесь леса очень упрощенно в виде, но тем не менее, суть, я думаю, вам понятна. Здесь какая-то там простая навигация, это пробел держу, чтобы выше взлететь над этим островом. Вот. Ну, суть вам понятна. И таким образом можно создавать трехмерный мир какой-то для игры, например, по которому там можно бегать, что-то с ним делать. Окей. Возвращаемся к нашему... Да, теперь вот перейдем непосредственно, как это работает. То есть, как вы поняли, существует как минимум три версии. Это одномерная, двухмерная и трехмерная версия Simplex Noise'а. Есть еще четырехмерная, там, где используется время. Ну, об этом чуть позже. В общем, все, что нам нужно сделать, чтобы начать генерацию, мы сегодня будем рассматривать двухмерную поверхность. Про трехмерную пока не будем говорить. То есть, нам нужно создать класс Simplex, там, задать какие-то параметры, я сейчас про это расскажу. Сделать функцию, которая будет отрисовывать прямоугольную нашу область. То есть, например, вот эту, да? Ну, или там, вот эту. Пробежаться по всем x и по всем y и вызвать для каждого x и y. На t пока можете не обращать внимания. Представьте, что его здесь нет. Либо оно ноль. И получить значение z. Что такое значение z? Если вот вернуться на мой график, вот этот, да? Вот давайте, давайте вот сюда. У нас есть такое три оси. Я здесь упрощенно очень назвал. Нарисовал. Вот есть x, есть z вверх, который идет, и y как-то вот туда. Вот есть наше значение вот этого перлиннойса. И для каждой точки ему соответствует какая-то z. И вот z колеблется от нуля до единицы. То есть, за единицу он не может перейти, и ниже нуля он не может. Там разные библиотеки по-разному сделаны. Бывают от минус единицы до единицы. Но в нашем случае это ноль единицы. То есть, грубо говоря, каждый раз, когда вызываете simplex noise для какой-то x, y, то есть вот берете там, например, вот такой у вас квадратик есть, скажем, 100 на 100. И вы берете там координата 0,0, вызываете для нее noise. Он вам там возвращает, например, 0,1. Дальше 1,0. Он вам возвращает 0,2 и так далее. И вы получаете значение вот этих высот от нуля до единицы. И вот с помощью этой z, если перевести ее в цвет, в частности, если умножить вот это вот значение от нуля до единицы на 255, то мы получим какой-то там цвет. То синий, то зеленый. Сейчас я в коде вам это покажу. Но суть понятна. Дальше у нас есть x, y и цвет в виде z. Мы выводим это, например, в канвас. И мы получаем такую вот картинку двух мер. То есть общий алгоритм работы такой. Давайте теперь следующее, что сделаем. Поговорим про параметры и то, как это можно менять. Есть отличная статья, чтобы не дублировать, так сказать, в интернете, где авторы этой статьи описывают, каким образом и как можно генерировать вот такие поверхности. То есть вот классический simplex noise, который мы сейчас будем с вами разрабатывать, он в двухмерном варианте выглядит вот так. То есть вот здесь темные области – это где z наша ближе к нулю, а светлые области – это где z ближе к единице. И, соответственно, вот там чем ближе к единице, тем оно белее, чем ближе к нулю, тем оно чернее. Но фишка здесь в том, что, видите, есть плавность переходов между черными областями и светлыми областями. То есть если вы поставите самую черную точку, вот как бы, мышку, да, и будете двигаться в любом направлении, то будет происходить плавное изменение цвета. И если это представить в трехмерном варианте, а не в двухмерном, то получится типа аналог гор. Я сейчас вам покажу, в чем здесь суть. Значит, вначале автор приводит некий код, который мы только что с вами рассмотрели. То есть мы пробегаемся по всем там x, y, грубо говоря. Вот эту строчку можете пока игнорировать. Мы бежим по всем x, y, да, и получаем значение вот этого z. Записываем в какой-то там массив. Дальше автор говорит, что вот этот массив на самом деле можно назвать а-ля высота. То есть вот если мы здесь на пике находимся, это у нас единичка, а если мы находимся где-то вот в такой темной области, то есть в низине, да, это у нас ноль. И вот двухмерное представление такой картинки может выглядеть так, при этом трехмерное может выглядеть вот так. Так, чтобы вы понимали, как это в трехмерном варианте выглядит. То есть, грубо говоря, цветом мы показываем, где выше, там где белое, и черное, там где ниже. То есть вот у нас черное, там где ниже, выше, там где белое. Окей, пока, в принципе, ничего такого особенного нет. И первый параметр, который здесь появляется, frequency, это частота. Что такое частота? Здесь есть динамическая графика, и вы сейчас можете понять. Вот здесь частота представлена как просто коэффициент, на который умножается x и y. Вот если этот коэффициент уменьшается, да, то мы как будто камеру приближаем к нашей поверхности. Если это значение увеличивается, то мы камеру как будто отдаляем. Это простой такой эффект. То есть увеличиваем, уменьшаем. Пока все понятно. Кстати, народ, если есть вопросы, вы меня перебивайте, не ждите до конца. Оно не будет уже актуально. Вы меня сразу задавайте, я сразу отвечу. Вот, соответственно, частота простая штука. Это просто коэффициенты, которые умножаем на x и y. Окей, здесь ничего сложного. Дальше есть так называемые октавы. То есть когда вы смотрите на вот такую поверхность, ну вот типа а-ля горы, то, ну, понятное дело, что оно не выглядит реалистично. То есть вот эти вот впадины и высоты, ну, горы так не выглядят. Если кто-то видел Карпаты, да, то там куча изрезанных вариантов каких-то. Ну, грубо говоря, горы более реалистично выглядят вот так. То есть чем это отличается от вот этого, да? То есть здесь очень плавные переходы. То есть вот эти вот переливы между темным и белым, они более плавные, чем вот здесь. Так вот октавы – это способность получать… Вот у нас есть как бы основной рисунок, да, то есть здесь можно проглядеть основной такой холм, да? Но внутри холма есть еще маленькие такие переходы, то есть маленькие пики на большом пике, там какие-то ямки, впадины и так далее. То есть вот эти вот детали. Как это все получается? Идея здесь очень простая. То есть мы берем классический Perlin Noise и берем такой же Perlin Noise, но с другим значением Frequency. То есть, грубо говоря, берем вначале вот такой, потом берем вот такой, потом берем вот такой, ну и, например, там вот такой. И если их сложить один на другой, то мы получим такие а-ля облака. Здесь есть прикольная анимация, которая показывает, как это работает. Смотрите. Значит, идея в чем? Вот мы берем первый вариант, да? Это вот… Так, давайте сюда все-таки перейдем. Откроем его в отдельной вкладке, чтобы он нам не мешал. То есть еще раз. Вот наш первый вариант, вот нижний, да? Это вот этот. Второй вариант, который у нас есть, вот мы берем сверху, да? Это у нас, вот он здесь нарисован. Это, например, где он здесь? Это, например, что-то вот такое. То есть мы каждый раз увеличиваем, грубо говоря, наш… Ну, отводим камеру назад, увеличиваем наш вот этот коэффициент и складываем эти поверхности вместе. То есть берем такой, потом такой. И на графике, давайте я сначала еще раз это покажу, это выглядит так. То есть мы берем с одним зумом значение, потом с другим зумом значение и накладываем каждый раз сверху. И таким образом мы на выходе получаем все более и более реалистичную поверхность. Конечно, какой именно зум брать, это мы сами решаем, в зависимости от того, что именно мы хотим получить. Но суть, я думаю, вам плюс-минус понятна. Таким образом, на выходе мы получаем вот такой гористый, уже более реалистичный рельеф. Окей, с этим плюс-минус понятно. То есть это октавы. Сколько этих октав мы возьмем, тем будет вот этот вот наш рисунок, вот эти вот детали, которые здесь есть, тем будет их больше. То есть вот здесь, например, 6 октав, ну, или там 10 октав, да? Вот при 5 октавах оно там более сглаженное, сглаженное, да, там при 2 октавах еще более, и при 1 октаве оно просто такое нереалистичное, очень сильно сглаженное. Значит, это были октавы. Есть еще понятие, как распределение. Распределение тоже, чтобы понять, это представьте, что вы как бы вот режете вот эта поверхность, да, вот вы как будто ножом и срезаете, либо на этом уровне, либо на этом уровне, либо под самый краешек, тогда останутся только вот эти 2 пика, а эти все будут ниже. И вот в динамике это выглядит таким образом. То есть, видите, вы как будто продавливаете эту поверхность таким образом, что смотря сверху, вы будете видеть только вот эти вот такие маленькие островки, которые останутся. Если уменьшать это значение, да, у нас как бы вся эта поверхность поднимается вверх до самого конца, пока не станет плоскостью. То есть этим параметром вы можете, например, ну, в частности, его физическое применение в том, что можно сгенерировать разные типы островов. То есть все, что мы здесь делаем, это берем степень E, а E это у нас значение из предыдущей формулы, то есть от октав. И возводим в степень, в зависимости от того, сколько нам надо. Если это растет, точнее уменьшается значение практически до нуля, то мы получаем плоскость. И если мы его потихонечку увеличиваем, то у нас получаются вот такие продавленные поверхности. Окей, на текущий момент нам пока хватит этих трех параметров, чтобы хоть что-то сделать. И давайте я вам предлагаю немножко поиграться теперь с кодом. Значит, мы берем Visual Studio. Так, подруга, давай сюда. Создадим здесь еще одну вкладку. Так, это не то. Вот сюда. Ага, у нас уже есть сервер. По-моему, 5500. Значит, что здесь происходит? Смотрите, я, чтобы сэкономить время, я уже сделал здесь немножко кода, написал. То есть у нас есть всего два файла. Simplex.js – это просто класс, который я взял с репозитория, про который я рассказывал. Вот он здесь находится. ViewCode, да? Вот здесь. Это просто класс, который реализует единственную функцию noise. И noise как раз возвращает вот это значение z от нуля до единички, которое нам надо. Я не буду сейчас рассматривать, что внутри, как оно тут работает, но вот это как раз код, который еще Густавцев на Java написал. Это порт на JavaScript. Мы берем просто обычный HTML-файл, в который подключаем наш Simplex.js, создаем там внутри канвас. Давайте сюда пойдем. Вот этот канвас там. 800 на 800 точек в данном случае. Давайте немножко его раскроем сюда. И что мы здесь делаем? То есть мы берем контекст этого канваса. Если вы не программировали двухмерную графику, то один из способов, как это можно сделать, то есть, грубо говоря, есть понятие контекста. Контекст это способность рисовать на этом канвасе. Есть двухмерный и трехмерный контекст. Так как нас интересует двухмерная картинка, мы будем работать с 2D контекстом. Мы сохраняем его в переменную контекст, там сохраняем ширину и высоту нашего канваса. Тут будет квадрат 800 на 800. Берем некий имидж-дата. Имидж-дата это просто, грубо говоря, это массив, который ассоциирован с нашим канвасом, с каждой его точкой двухмерной. Когда мы в этот массив будем записывать RGB и потом специальным образом выводить видеопамять, вы будете видеть вот здесь изменяющуюся картину. То есть, вот эта переменная дата, это как раз и есть этот массив. Что он из себя представляет? Каждая точка здесь, например, первая точка с координатой 0,0 в верхнем левом углу, это на самом деле 4 байта. То есть, первые три это RGB, красный, зеленый и синий составляющие. И последнее значение это прозрачность. Так как мы с прозрачностью здесь не будем играться, у нас всегда будет 255. То есть, точки будут всегда того цвета, который мы задаем в RGB. Вот и все. И следующая точка, которая вправо на единичку, это будет с координатой 1,0. У нее уже будет смещение 4, 5, 6 и 7. И вот так по 4 байта этот массив содержит в себе все точки, которые у нас есть. Это если в двух словах. Я здесь создал инстанс нашего класса Simplex, пока без параметров, чтобы не напрягать вас лишней информацией. То есть, вот эта функция dot, она просто записывает по x и y цвет какой-то, который мы хотим, там, RGB, и ложит в этот массив. Функция clear, она просто очищает весь этот канвас, просто ставит везде точки черного цвета. И вот этот вот маленький кусочек кода, это, собственно, то же самое, что вы взяли с самого сайта. Мы пробегаем по всем y и по всем x, и получаем значение z. И вот как мы переводим z в цвет, это как раз формула очень простая. То есть, z вы помните, от нуля до единицы. Если умножить это на 255, то мы получим распределение от нуля до 255. И таким образом наш рисунок будет черно-белый. Так, давайте я вырублю эти все мессенджеры. Вот, и таким образом мы можем получить вот черно-белый рисунок. Пока этого хватит, чтобы начать нашу разработку. Я напомню, что мы с вами, цель нашего сегодня встречи, так сказать, это получить вот такую картинку, такую систему островов, неких архипелагов с помощью как раз этого алгоритма. Окей, значит, погнали. Вот у нас есть наш simplex noise. Единственное, что я скажу, что вот эти два коэффициента 0.1, это как раз есть frequency, вот тот зум, приближение, отдаление камеры. То есть, если я здесь поиграюсь немножко, например, здесь поставлю пятерку, вы видите, что мы как бы камеру как будто отдалили от нашей картинки. Если вот здесь 0.1 поставить, то мы сейчас приблизимся, ближе будем ее видеть. Но значение z у нас все равно от 0.1. Окей, что мы сделаем вначале? Первое, в принципе, я думаю, что здесь нам clear даже не нужен, потому что все равно весь канвас у нас зарисовывается. То есть, в данном случае ничего не должно поменяться. Еще буквально скажу, что put image data, это как раз та функция, которая берет наш вот этот вот массив с точками, которые мы здесь прорисовываем, и просто ложит его, грубо говоря, в видеопамять, и вы видите уже в браузере какую-то картину. Вот и все, что эта штука делает. Окей, что мы делаем дальше? Дальше нам нужно поменять как-то вот это, чтобы это было похоже на а-ля систему островов. Вот что мы сделаем. У нас есть несколько, давайте введем сюда еще несколько переменных. Сейчас объясню, что тут происходит. Давайте перейдем вот на наш простой такой рисунок. Смотрите, еще раз. То есть, у нас есть три оси, это x, y и z. z у нас колеблется от нуля до единицы. x у нас от нуля до, на самом деле, до бесконечности. И на самом деле от минус бесконечности до плюс бесконечности. Любое значение. И каждому значению x и y соответствует какая-то высота z. Таким образом, мы можем рисовать эту трехмерную, либо двухмерную поверхность. Представьте, что мы делаем следующим образом. Мы разбиваем этот отрезок от нуля до единицы на пять частей. То есть, мы хотим, чтобы у нас были такие отрезки с длиной 0,2, и всего их было пять. И эти пять значений, это будет самая нижняя часть. Мы предполагаем, что это, например, вода. Это какой-то наш океан. Чуть выше это у нас будет земля. Еще выше это будет лес. Вот они эти переменные. Еще выше это будут горы. И самое высокое это будут шапки на горах. Вот они здесь как-то будут. Если это гора достаточно высокая, то у нас здесь ледяные шапки. И давайте попробуем теперь добавить этот код сюда, чтобы мы как раз получили вот такие разные поверхности. Что нам здесь нужно сделать? Нам нужно как раз зайти в то место, где мы генерируем нашу высоту. Точнее, после этого уже вот сюда. И мы говорим, окей, значит, если у нас z меньше, то меньше, чем 0,2, то есть от 0 до 0,2, то мы берем, введем color c. Надо еще здесь ввести переменную color. Пусть она по дефолту равна пустому массиву. Значит, окей, по поводу цвета теперь. Так как мы до сих пор используем z, давайте поменяем это на color. То есть color это, по сути, будет RGB. То есть нулевое значение это R, то есть красный, да, первое значение это green, и следующее значение это blue. Что у нас здесь? Двойка. Окей. Сейчас у нас есть только, по сути, голубая область, потому что мы только ее сюда добавили. Давайте сделаем. То есть смотрите, что я делаю еще раз. То есть я сейчас беру, говорю, если z попадает в этот промежуток, рисуй голубой. Если попадает в этот промежуток, рисуй вот этот вот ground, да, вот бери вот это RGB. Если вот этот промежуток, бери вот это RGB. Окей. Идем дальше. То есть мы засетали наш color. Здесь мы говорим, окей, если у нас больше, чем 0,2, то есть если у нас больше, либо равно 0,2, и z меньше, чем 0,4, тогда у нас следующее будет ground. Ground. Окей. Опускаемся еще ниже. Кстати, обратите внимание, как меняется рисунок каждый раз, когда я добавляю новый блок. У нас появляются разные типы поверхности. Уже два типа поверхности. То есть если от 0,4 до 0,6, это у нас будет forest, то есть а-ля зеленый цвет должен появиться. О, отлично. Теперь мы добавляем от 0,6 до 0,8, это у нас будет rocks, некие а-ля горы появились. И последний это у нас будет просто 0,8 и до единицы, так как там больше единицы не может быть. Мы end убираем. И последнее у нас будет snow, снег. Окей. Сейчас у нас должны появиться все цвета. Вот у нас появилась какая-то непонятная картинка. Пока не очень-то она реалистичная. Какие-то вот переливы. И следующее, что я предлагаю сделать, это немножко поиграться с коэффициентами. Я говорил, что вот те коэффициенты, которые мы с вами смотрели вот в этом документе, все эти frequency, распределение, вот эти октавы, они все реализованы в нашем классе. Мы можем немножко их добавить, чтобы немножко поменять нашу картинку. То есть первый коэффициент, который я добавлю, это будет распределение. Давайте попробуем. Мне самому даже интересно, что будет. Так. Окей. Значит, мы там берем какое-то распределение. То есть мы двигаем, по сути, еще раз давайте я вам нарисую. То есть вот сейчас мы как бы делаем срез. Например, где-то вот здесь. И в зависимости от того, где это плоскость среза, либо ниже, либо выше, мы будем видеть разные картинки. Если я там единицу поставлю, да, картинка должна поменяться. Видите? Ну, оставим пока двойку. Значит, scale. Scale возьмем какой-то 0.4. Что такое scale? Scale – это то же самое, что мы использовали вот здесь. Вот это, по сути, и был начальный scale, так как мы его задаем в параметрах, мы его отсюда убираем. Окей. То есть мы как бы камерой сейчас приблизились к нашему рисунку. Есть еще amplitude. Я думаю, что это мы можем пока опустить, чтобы сэкономить немножко времени. Ну, хотя нет, давайте я объясню. Амплитуд – это, грубо говоря, сколько мы берем высоты. То есть мы можем смотреть на изменение z только в этом пределе, либо только, например, в этом. Либо полностью весь взять до единицы. Вот это есть амплитуда. Мы пока оставим ее единичкой. Давайте здесь закроем. И последнее – это самое интересное. Это октавы. И вот тут начинается самое интересное. Если я сдам октаву единичку, ничего не поменяется. Потому что, как вы помните, у нас октавы – это получение вот таких более реалистичных поверхностей. И вот если я буду увеличивать значение октавы, мы будем получать… Давайте сразу там на тройку прыгнем. Хоп. Во. Там на шестерку. Во. Ну и там, к примеру, на восьмерку. То есть вы уже можете заметить, что вот эта штука реально больше похожа на Google Maps, чем то, с чего мы начинали. То есть если мы вернемся к единичке, то у нас такие очень плавные какие-то переходы между разными поверхностями. То есть между водой и сушей, например, буквально вот линия. В случае с восьмеркой у нас получается некая такая а-ля береговая линия уже. Окей. Значит, это что касается параметров. Следующее, что бы я хотел сделать, так как мы делаем некий а-ля архипелаг, то сейчас у нас просто везде на всем нашем рисунке вот эти вот острова как-то там между собой соединяются. Нам нужно, чтобы они были в центре. Если вы помните, изначально… где же там был рисунок, да, мы хотим получить нечто вот такое. Вот такое. Окей. И чтобы это сделать, представьте, что мы в наш рисунок мы вписываем окружность. То есть вот сюда вписываем… То есть наш сейчас канвас размером 800 на 800, а если центр координат поместить в центр, у нас будет круг с радиусом 400 точек. И все, что входит внутрь этого круга, мы будем отрисовывать. А все, что не входит, то есть находится вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь, мы будем там рисовать просто воду и на этом все. Давайте вот как раз это сделаем. То есть что нам нужно… А, еще я, наверное, забыл одну штуку. Значит, можно ввести здесь время. Про него я немножко не рассказал. Еще один плюшка этого алгоритма в том, что здесь можно работать со временем. Давайте вот что сделаем. Мы здесь создадим функцию draw, типа а-ля нарисовать кадр. Вот сюда. Вот сюда это уведем и вызовем ее снизу. Нарисовать один кадр. Сейчас должно ничего не поменяться. Окей. Да. И теперь мы можем вызвать setInterval. и положить туда нашу функцию draw. То есть что я сейчас сделаю? Если мы говорим про какую-то динамику, про некую анимацию, скажем так, то, по сути, нам надо рисовать, что я хочу сделать в двух словах. То есть вы знаете, что когда на планете на наши тектонические плиты двигаются, то вот та же Австралия, она же когда-то была присоединена к основному материку, и она со временем как бы отколось уплыла. То есть происходят какие-то динамические процессы. Там моря высыхают, либо наоборот появляются новые моря в новых местах. То есть этот процесс, он динамический. Там горы возникают в каких-то там, там Гималая, к примеру, да, они могут расти, либо там вулканы появляются. То есть вся наша планета это такая движимая штука, где периодически у нас разные поверхности изменяются. Вот то, что вы видите на экране, это статическая картинка. Это, в принципе, там для какой-то карты игры этого, в принципе, достаточно. Но если вы хотите добавить динамику сюда, то нам нужно добавить сюда параметр время. Что мы сделаем? У нас есть параметр T. И предположим, что каждый вызов нашего кадра, то есть каждый раз, когда мы вызываем draw, мы T немножко увеличиваем. Ну, как бы бежит наше время вперед, и оно увеличивается. И вот если функцию noise передать вот этот следующий параметр T, то наш канвас будет отрисовывать карту немножко по-другому для каждого значения T. То есть если смотреть на такую карту немножко, ну, там, скажем, 30 секунд, вы заметите, что она плавно меняется. Меняется она рандомным способом. То есть здесь нельзя предсказать, где что появится. Вот здесь эти шапки ледяные уменьшаются, то есть здесь высота, скорее всего, уменьшается. Да, вот видите, все одни горы остались, потом здесь там озеро, например, появилось, да, вот оно двигается сейчас вправо-вниз и так далее. То есть вот это будет динамический ландшафт, когда мы вводим T. Давайте пока ноль поставим, чтобы нам не мешала эта штука. Окей, это что касательно времени. Теперь, возвращаясь к вопросу архипелага, то есть мы хотим сделать такие системы островов, которые у нас будут там по центру экрана. То есть мы помним, что мы хотим вписать сюда окружность, и внутри этой окружности у нас будут вот эти острова. Вне окружности у нас будет как бы море. Ок, что для этого нужно нам? Давайте последний шаг, значит, мы сделаем. Значит, первое. Мы добавим несколько сюда переменных. Я сейчас объясню, что они значат. Вот, назовем ее тут радиус 2, выделить на 2. Возьмем это все в скобки. Я сейчас все это объясню. И добавим еще одно значение сюда. Зовем его радиус 0,5. Это половинка, да? И здесь радиус 2 делить на 2. В принципе, этого хватит. Вот так. Давайте еще пару переменных сюда добавим. Я объясню, что они значат. Значит, некое смещение. И второе такое же по Y. Нет, так что-то я тут не дописал. И height на 2. Значит, смотрите, если… То есть мы хотим сейчас вписать сюда окружность, центр координат у нас вот здесь вот в центре нашей картинки. И, грубо говоря, окружность будет иметь радиус 400 точек. То есть вот сюда 400, вот так 400, так, ну и так далее. Но так как реальная координата 0,0, то есть начало координат находится в верхнем левом углу, то нам эту всю систему надо сдвинуть на 400 точек вправо и на 400 точек вниз. Как раз для этого вот эти вот две переменные и существуют. Если вы помните со школу формулу, как получить… Вот представьте, что у вас есть где-то здесь точка, да, с координатами там, x, y какими-то. Вот вы хотите узнать от этой точки до центра, вот какой будет радиус. Вот чтобы это узнать, нам нужно простую формулу использовать. Это радиус в квадрате равно x в квадрате плюс y в квадрате. И взяв любую точку вот где-то в окрестности, мы можем понять, будет ли этот радиус меньше 400, либо больше. Если он меньше, он входит в нашу окружность. Если он больше, то он где-то вот здесь, скорее всего. Либо здесь, либо здесь, либо здесь. Для этого как раз нам нужны вот эти вот две, ну в данном случае вот этот радиус. То есть наш радиус, это будет как раз 400 точек. Мы считаем, что все, что меньше 400 точек, это будет наш архитиллах. Что мы для этого сделаем? Первое, мы здесь добавим еще вот этот как раз радиус в квадрате, про который я сейчас рассказывал. Формула здесь будет такая. Значит, x минус x of, это как раз мы сдвигаем все это вправо-вниз. и плюс y минус y of здесь тоже в квадрате. Что мы получим? Значит, есть у нас этот радиус, и теперь нам нужно рисовать наши точки только если мы внутри нашей окружности. То есть мы, по сути, можем написать, что если радиус в квадрате меньше, чем радиус 2, то тогда мы рисуем. Иначе мы не рисуем. Окей. Что это за орудименты появились? Дело в том, что мы забыли про наш дефолтный color. Сюда его нужно добавить тоже. По умолчанию он будет равен воде. И все точки, которые вне нашей окружности, они будут голубые. Вот мы получили нашу окружность, которую мы хотели. То есть все точки вне окружности у нас голубые, а внутри окружности у нас какой-то там цвет имеет. Ну, согласитесь, это совершенно нереальная система островов, потому что в природе так не бывает. Таких четких линий, вот как здесь, да, в принципе, мы в природе не наблюдаем. И поэтому я предлагаю сделать следующим образом. Представьте, что мы возьмем меньшую окружность с меньшим радиусом. Вот здесь где-то, да. И если наша точка попадает вот в эту окружность с меньшим радиусом, тогда мы ее рисуем как обычно. Но если мы попадаем вот в этот коридорчик, вот здесь вокруг, в это колечко, то мы делаем следующим образом. Чем ближе к краю, тем мы уменьшаем высоту. Уменьшаем вот это вот z. Где оно здесь? Вот. И таким образом, когда мы приблизимся к нулю, мы, по сути, в нашем рисунке будем приближаться вот сюда, к этой точке. А это у нас всегда голубой цвет, это всегда море. И вот это z надо умножить на некий коэффициент. Я сейчас объясню, что здесь происходит. То есть здесь будет следующее. Если мы z вычтем 0,2... Нет, не то пишу. Sorry. Здесь будут скобочки. И если r2 у нас меньше, чем радиус 0,5, тогда мы берем вот так и вычитаем единичку, иначе единичка. Что здесь происходит? Смотрите, пока ничего интересного. Либо я где-то ошибся. Так, r2... А, здесь больше. Стоп. Я не то поставил. О! Что здесь происходит? Здесь есть два значения. Вот одно, вот второе. То есть мы говорим, если точка, которую мы взяли, находится где-то вот здесь, то есть вот как раз в этом колечке, то мы берем вот это значение. Что это значение значит? По сути, грубо говоря, здесь будет всегда от единички до нуля. Причем единичка будет вот в этой области, а ноль будет вот в этой области. То есть чем ближе мы к крайнему порогу, вот здесь, к этой некой виртуальной границе, тем ближе значение будет к нулю. И тем самым вы не видите здесь, вот видите, на краю вы не видите острова. То есть вы не видите другого цвета, кроме голубого. Потому что значение, близкое к нулю, у нас дает голубой. То есть вот здесь, вот сюда мы в этот if потом зайдем. Если мы находимся с другой стороны, то есть второе условие, если мы находимся на внутренней окружности, мы возвращаем единичку. То есть умножаем z на единичку. То есть она не меняется, если грубо говоря. То есть вот все, что внутри в маленькой кружности, мы рисуем как есть. Окей, это уже ближе к реальности. То есть уже мы получили некий архипелаг. Кстати, каждый раз, когда мы перегружаем эту картинку, можете заметить, то она другая. То есть нет какой-то одинакового. Почему так происходит? Потому что функция noise, вот эта, она использует рандом внутри. В зависимости от того, когда вы его вызвали. То есть когда она стартует, она берет какое-то начальное значение. Например, вызвала рандом, получила 0,5. И вот на основании этого рандома она отрисовывает всю остальную поверхность. Получается, что каждый раз, вызывая рандом, получаем какое-то другое значение, и поверхность меняется. Да, что нам нужно сделать следующее? Следующее, опять же, эта картинка сейчас очень, ну, она уже более реалистичная, но не настолько, насколько бы можно было бы себе представить. Потому что все-таки береговая линия более изрезанная, не переходит вот так четко песок в лес, например. То есть в природе мы такого не наблюдаем. Я предлагаю еще немножко добавить сюда реализма. И, кстати, если мы сейчас поменяем наш Т, да, чтобы это все в динамике было, вы можете промежуточный вариант увидеть. Здесь то же самое, да? Заметьте, вот растут эти острова, но никогда они не доходят до края. Видите, они как бы вот здесь, на краю, они всегда уходят как бы в море. Таким образом, архипелаг будет всегда такую грубую окружность напоминать. Окей, значит, Т в принципе работает так, как мы ожидали. Ничего здесь такого нет. Давайте идем дальше. Значит, что я хочу сделать? Я хочу, чтобы переходы, ну, например, у нас вода не везде синяя должна быть. Ну, это если вы посмотрите на Google Maps реальный, да, то у нас есть там одни области более глубокие, то есть вода более темная, да, другие области там возле самого острова, скорее всего, там мелко. Соответственно, вода там будет более светлого цвета. И то же самое с песком, с горами, с лесом и так далее. Они все разную высоту имеют. То есть оно не четко одним цветом, там весь лес не одинаковый, деревья разной высоты, точно так же, как и горы. Вот я предлагаю вот этот как раз переход сделать. Что для этого нам нужно сделать? То есть у нас сейчас есть цвет, который генерируется на основе Z-координат. Я предлагаю ввести некий коэффициент. Сейчас я объясню, как это работает. Пусть пока он единицу будет. И на этот коэффициент мы умножим составляющие цвета нашего. То есть R, G и B мы умножим на некий коэффициент. Так как он единица, то мы получим по сути то же самое, ничего не поменяется. И вот что я предлагаю. Представьте, что... Давайте я напишу одну формулу здесь и потом ее вам объясню. То есть для голубого коэффициент будет равен. Значит, мы берем Z, вычитаем из нее 0,2, умножаем это все на 2 и прибавляем 1,2. Что это значит? Сейчас мы увидим. Во, обратите внимание. Теперь у нас вода стала немножко более реалистичной. То есть появились такие темные области, появились светлые области. Там, где у нас острова, вокруг них есть такой более светлый ободок. Вот есть какие-то там а-ля глубины, есть места, где не так глубоко. И теперь мы можем это распространить на все остальное. Значит, как это работает? Если взять наш рисунок... Смотрите. По-моему, здесь было. Предположим, что мы берем какой-то цвет. То есть мы берем, ну, например, вот это у нас R будет. Red, да? Ну, это может быть также и Green, и Blue. Всегда будет три значения. Это какой-то один. Например, это там, ну, пусть будет Blue, пусть это будет голубой, который мы только что рассматривали. Предположим, у него значение 100. По сути, если мы это 100 немножко уменьшим, например, до 80, то этот цвет будет немножко темнее. Вы знаете, что цвет в RGB диапазон вот R, G и B колеблется от 0 до 955. То есть когда мы имеем 0, это черный, 255, это белый. То есть если у нас RGB будет 255, 255, 255, это будет белый цвет. Если 0, 0, 0, это будет черный. Какие-то там промежуточные, там уже все цвета и сосредоточены. И вот уменьшая значение каждого параметра, то есть, например, там Blue, да, до 80, вот этот синий, он будет чуть-чуть темнее. Если мы увеличим до какого-то там, скажем, 120, то значение будет чуть-чуть светлее. То есть оно ближе к 255. Теперь представьте, что мы имеем такую формулу. Вот я записал, что мы берем наше значение Z. Давайте возвратимся сюда. Предположим, что Z у нас, ну вот, возьмем вот этот диапазон голубой. То есть от 0 до 0,2. То есть вот наш первый диапазон от 0 до 0,2. То есть Z, если в этом диапазоне, мы рисуем голубой. Но какой именно голубой рисовать, более темный или более светлый, мы можем вот из этой формулы получить. То есть если мы высчитаем 0,2, вот здесь вот мы высчитаем 0,2, это означает, что этот диапазон превратится из 0,2 в минус 0,2 до 0. Если мы потом умножим это все на 2, то этот диапазон от минус 0,2 до 0 теперь превращается в минус 0,4 до 0. Если каждую из компонентов умножаем на 2, мы получаем минус 0,4 до 0. И потом, если мы прибавим 1,2, то мы получим диапазон от 0,8 до 1,2. Почему это важно? Потому что если наш цвет умножить на 0,8, если 100 взять, то мы получим 80. То есть это левее, соответственно, ближе к темному. Если мы умножаем его на 1,2, то есть это правая часть, то мы получаем 120. То есть мы получаем распределение цвета внутри вот этого 0,2, то есть внутри вот этого синего. У нас цвета будут колебаться от 80 до 120. И то же самое мы делаем с green, с зеленым и с red-crast. Если мы все одинаково будем сдвигать то влево, то вправо, в зависимости от значения, мы будем получать то темные, то светлые оттенки. То есть, по сути, вот этот коэффициент вот здесь будет колебаться как раз от, ну если там значение 100, как мы с вами решили, да, вот если оно 100, то от 80 до 120. И то же самое мы, в принципе, можем сделать для всех остальных поверхностей. То есть мы берем этот коэффициент, сюда ложим, да, только здесь теперь не 0,2, а 0,4, потому что для граунда он чуть-чуть выше, да, сюда ложим 0,6, сюда 0,8 и сюда уже будет минус 1. Вот так. Окей, то есть вы можете заметить, да, что вот если здесь посмотреть на вот этот остров, то он уже не одноцветный, он уже какого-то вафельного цвета здесь и немножко светлее, то есть он выше в своих пиках, но его высоты еще не хватает, чтобы здесь начались деревья. То есть деревья начинаются немножко с больших значений z. Ну и можно, в принципе, вернуть нашу T, и мы получаем вот такой себе а-ля архипелаг. Окей, плюс-минус, мне кажется, я вложился в 45 минут. Друзья, ваши вопросы с удовольствием отвечу, если они есть вообще. Вопрос, где я? Пока вы думаете. Значит, всю эту штуку вы можете найти на GitHub. Мы выложили это все в репозиторий. Как это найти? Можете просто загуглить GitHub. Simplex Noise. Давайте сам попробую, не знаю. TMP Trash. Это, собственно, мой аккаунт. Я думаю, он… А ну-ка. А не, не так просто. Только он разделил его вот так. Да, вот он, Simplex Noise. Simplex Noise. И там вы уже можете с этим играться, если вам будет интересно. Good. Раз нет вопросов… А подскажи, пожалуйста, для питания одна. Так. Такой за доповедь. А если мы уже говорим про какую-то перформанс-оптимизацию, там, якийсь FPS… Так. Куди, ну, скажем так, нам, ну, дивитесь там, например, в сторону уже шайдер, в якихось это все переводит. И чи це можна в рамках того самого канваса дивитесь? Несколько… Я понял вопрос. Спасибо. Несколько пунктов, которые я бы здесь отметил. Вот смотрите. Первое, что здесь влияет на перформанс в этом случае – это количество октав. Количество октав – это, по сути, сколько поверхностей. То есть, грубо говоря, это вот сколько кадров. Вот функция draw – это, по сути, рисует кадр. Видите, я ее зациклил в setInterval. На самом деле, нормальные движки не setInterval используют, а другую функцию. Боже, я забыл, как она называется. Как-то там frame, requestAnimationFrame. Да. Но для презентации интервала хватит. То есть, грубо говоря, там, за секунду… Сейчас примерно там 5 кадров в секунду она рисует. Если мы вот эти вот октавы уменьшим, то есть, если вам не нужна такая четкая поверхность, да, она будет более плавная, то FPS значительно увеличивается. Потому что, по сути, за один кадр мы рисуем… То есть, количество октав – это, по сути, как бы накладываемое один на другую поверхность. И таким образом прорисовка занимает время. Если вы здесь ставите 8, то вы 8 раз замедляете эту штуку. Тайна, видите, рисуется медленнее. Второе – это действительно выбор между Canvas'ом и WebGL'ем. Сто процентов WebGL работает быстрее. То есть, тогда нам нужно было бы использовать не 2D-контекст, а 3D. Хороший вопрос. Ну, там немножко другая кухня. Там нужно с шейдерами баловаться, и немножко это будет сложнее. В принципе, для генерации какой-то карты, либо там ваших уровней в игре, вот этого хватит, потому что она там за секунду сгенерится, и вам ее менять больше не нужно. То есть, отвечая на твой вопрос, WebGL будет быстрее 100 пудов, но он будет сложнее. То есть, запрограммировать с WebGL'ем будет сложнее, потому что немножко надо разбираться в этих шейдерах. Там два их типа, ну и так далее. Хотя это возможно, да. Какой-нибудь 3.js заюзает, например, для этих целей. Там у них есть примеры с рисованием частичек Particle Example, как-то он называется на 3.js.